здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко новый год наступил праздники как известно у нас долгие некоторые не могут из них выйти в течение всего первого месяца зимы ну а вот этот особый во первых у нас високосный на один день больше и еще начинается он тоже интересно с понедельника впрочем это тот самый понедельник который что называется приятный потому что он праздничный день ну и конечно же коль у нас праздник то хочется немножко отвлечься от каких-то серьезных вещей тем не менее возможно мы их и затронем но в гостях у нас человек который всегда ассоциируется с радостью с каким-то на хорошим настроением с весельем я уж не знаю нравится это ему самому его коллегам или нет но так или иначе владимир валенко российский автор исполнитель композитор аранжировщик и основатель то самой группы с таким простым названием божья коровка простите добрый как отмечали новый год как вообще традиции есть какие-то у вас или они меняются из года в год традиция у нас одна новая годнюю ночь должна работать проект как можно больше уже родились листах то я вообще не прямо артистов которые гортония в новый год не выступают а какой-то мне кажется какой-то каждый мечтает хотя бы один новый год не выступать но судьба зовет у меня было таких два новых года 2008 году кризиса а и какой-то еще я чувствовал себя просто ужасно я понял что это настолько глупо сидеть у телевизора тыкать кнопками смотреть что везде идет одно и то же а меня там нет или я там записи иногда попадаюсь даже я там бывал так вот но дело что не в том что я просто привык что в новогоднюю ночь мы там в ясу ночью бьют куранты а ты сидишь за рулем ком железнодорожном переезде опаздываешь какой-то пансионат где у тебя сейчас выступление там снег такой сыпет ничего не видно вот это я понимаю романтика да вот как это то есть это вы работа голик или просто деньги хочется зарабатывать нет это вообще интересно да как это украл выпал в тюрьму да 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 романтика а тут же обычно сидеть дома как простой инженер но это же принципе начинается задолго но если мы не берем последние времена там начиная с пандемии до сегодняшнего хотя корпоративы так оживают а вот перед где-то двадцатым годом это начиналось чуть ли не с десятых чисел декабря всевозможные корпоративы но чтобы не платить ресторанам уже под новый год то есть вас практически целый месяц был вот такой работы но что называется с гарантией как говорят артисты верно ну практически так сюда начиналось не может не с десятого но с пятнадцатого точно да уже да вот а я вспомнил второй год у нас первый наш был кризис 2008 а второй пандемии точно только 21 до 21 когда мы просидели дома а тогда где с 15 числа начинались корпоратив сейчас конечно их мало немножко времени то вот ну где-то что-то как то есть так вот и слава богу какая-то грусть да когда вот корпоративов мало но мы данном смысле в данном прям прекрасно что это зарабатывание денег но ведь это наверное все таки где-то внутри вас есть вы ждаете людям радость вы же получаете удовольствие от того что вы куда-то приехали выступили до получили гонорар но при этом насколько я понимаю артисту нужна эта энергетика когда он чувствует вот я им подарил радость не хорошее настроение новый год я им сделал ты на сцену вышел а там такая толпа и такие а давай вот все вот он не вспомним клуб 27 известно да где как бы все это было к сожалению совмещено и плохо закончилось а в основном действительно люди ну со сцены что называются 27 как раз это как раз клуб людей которые в основном по умирали от передозировок я чем это мазалю вот но при этом они тоже были весьма известными легендарными людьми но сейчас не об этом давайте вернемся к этому разговору у вас-то когда началась любовь со сцены почему вдруг насмотрелись кого-то время то было такое мы с вами примерно одинаковы когда плавный переход в свободу был такой ну мы в общем то пресс и стиль свободный такой своем творчестве мы начинали еще в конце восьмидесятых но так и самый такой до основном такое уже признание получили в девяносто пятом году года там наш альбом вышел гранит на камушек снова везде играть и так далее и тут вдруг я понял что оказывается артисты это не просто которые люди выпускающие там диски там работающие на студии это косы люди которых постоянно куда-то тырк вот пробы выступать до везде как сказать торговать лицом нужно пить же соляночка заказа да я к за это еще платят деньги по отх вот уже на моя работа я даже ничего придумывать не надо все уже есть вот и вот примерно почти 30 лет мы живем в таком формате первое наше новогоднее выступление было в 1994 году а ну получается в следующем году в этом уже мы лежим новом году дети и как не привык из них 28 я в новогоднюю ночь работал понятно и в эту новогоднюю ночь которую 23 на 24 тоже 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 понятно то есть получается вы практически после работы поэтому когда вообще праздник тогда начинается 1 января 2 или 3 потому что наверно 2 и 3 еще где-то можно выступить обычно до 7 продолжаем то есть рождество и рождество вот потом начинается когда вся страна выходит на работу у вас начинается каникулы у нас всегда так было да все люди говорят давайте все вот мы там соберемся вечер пятницы в субботу ребят это вы соберетесь без меня потому что у вас видео опять суббота выходной а у меня это как раз самое рабочее время поэтому часто с нашими друзьями там со школьной тусовкой с институтской там у нас возникает непонимание тоже нет по традиции собираются когда выходное время ну ты-то будешь они меня все там ждут а я говорю вы же понимаете что в эти дни я либо на гастролях на работе поэтому часто получается так что они собираются без меня а я им шлю привет и 5 телефону вот я там новосибирске вот я там как бы я с вами я с надо вот я в него сроки еще по телевизору если вдруг смотрит его или как там одним глазом могут вас увидеть кстати а вот когда вы в первый раз выступили по телевидению но в те времена он еще как бы хотя уже интернет там начинался 90 чертом году но еще очень слабенько кто первым вас заметил какая была реакция или вы кому-то сообщили о том что вот будет или ждали что кто меня заметит как ска сообщат обо мне какая-то была реакция тоже все-таки для артиста важно но я до этого все работал в разных других коллективах в том числе и в одном составе группы мираж а данный составов там да но вот так ярко чтобы вот именно вот он я уже вот как вот я мы подали заявку в программу звездный дождь была такая программа и там просто беспилотно просто по очереди если комиссия говорю вот этих давайте возьмем ты просто держал свою очередь вы снимали вот тогда одного эфира в принципе выходной день было достаточно чтобы тебя узнала вся страна как было вот восьмидесятые годы на начале девяностых тебя показались ли в утренней почте ты есть да потом через неделю повторили все это значит телевизор прямо на магнитофон записали все ты звезда можно работать да собственно так и было вот и в девяносто четвертом году где нет 93 по моему еще еще это вот это существовало телевидение решало все если я показали по телевидению хотя бы один раз с какой-то удачной песней то ты в принципе сразу же как сказать запомнился и ты сразу имеешь уже варианты там работ не одну правда не сразу так быстро начинается все то есть какой-то между тем как тебя показали это между тем как ты поехал на гастроли еще проходит достаточно большое время но есть еще специальные люди которые нужно на кремра кальчиков то же найти тех кто занимается концертами чтобы они узнали о тебе чтобы они так сказать попробовали тебя потому что многие люди которые артисты скажем допустим поют какие-то хитовые песни но есть целый ряд артистов который находится черном списке с ними просто не работают по разным причинам кто-то бухает постоянно приезжать пьяный на работу кто-то опаздывает регулярно то что человек приехал это самое было мне просят быстрее раньше игра почему а вот тот не приехал при он не приехал сюда на три часа опаздывать вот с такими тоже как-то не особо поэтому дисциплина это очень важно и самое главное вот через 20 там 30 лет даже через 10-15 уже решает не телевидение степень раскрутки а твоя как сказать наработка с прокатчиками с организаторами концертов которые знают что вот этого возьмем потому что он как сказать цена-качество по первым всех устраивает во вторых не опаздывает не бухает там ничего это самое дисциплина все то есть на этих можно положиться поэтому в принципе работа есть независимо от того пока даже называете или показывают и так далее называется шоу-бизнес потому что как бы одно дело тут сочленение творчества и коммерческой составляющей вот вы себя как больше считать все-таки человеком творческим или коммерческая составляющая вас тоже присутствует жилка но чтобы понимать ну чтобы не обманули все эти люди посредники нет зрителям и вами к сожалению я чисто творческий человек так же как и моя жена и мы в этом деле вот такие вот абсолютные профаны вот и нас во все обманывали и крутили бы как хотели если бы у нас не было такого директора как наша оксана ивановна вот вот с ней по и палец в рот не клади она у нас как стена все вопросы сразу там по финансам выступить это одежда стоит чего я говорю оксана а без нее можно вернет только так все и вопрос решается всегда очень грамотно профессионально уже почти 20 лет мы вместе работаем ну вернемся к началу вот когда вы маленький мальчик учились в школе интернет нам сейчас будем опровергать либо подтверждать сообщает о том что учились и как-то не очень хорошо в школе вот вообще кем хотели то быть было такое желание понятно что рок-музыка опять же то самое время когда все что нельзя где-то можно было найти послушать и так далее когда началось знакомство с музыкой то что все таки вы потом и образование получили соответствующие музыкально довольно на высоком уровне как это все было музыкальной школе ты учился с первого класса параллельно все образована вела или музыкальная мама повела конечно на скрипку на а кого на скрипку хорошим должен был сказал давай хотя бы фортепиано они говорят нет на скрипку почему потому что фортепиано стоит 20 рублей в месяц занятия а скрипка а скрипка 220 ух ты елки а мы были семья такая очень нехорошо не не сильно обеспечены отец от нас ушел когда мне было три года пришлось смириться 7 лет я пилил на этой скрипке не как помогло ненавидел но слух у меня развился очень так скажем хорошо поэтому я очень все слышу то сейчас если когда-нибудь можете так что-нибудь ну это нужно про используя конечно знаете как-то артисты любят а я и на этом могу играть и на этом еще наверное и и теперь еще на скрипке но одно дело играть а другое дело там что-то когда-то там там что-то трынкать скрипеть это не совсем я скрипка потом в школе как вот принципе мне нравилось музыкальной школе особенно когда начался ансамбль когда начался оркестр тут я уже въехал а это прикольно там тушкалка лета туда в каждой музыкальной школе есть оркестр либо народных инструментов от этого с четвертого класса все собираются вместе есть дирижера там разрешаем разыграть разучивать то есть командная игра уже начинает командной в командной игре мне стало интересно вот а потом я поехал пионерский лагерь и мне сказали там а вечером что делать ты говоришь на танцы руки танцы ребят учу блин я серьезный человек и она танцы не хожу то смотрю все что-то валят в клуб туда валят валят я пошел прихожу нам такой задемнён и потерь это помещение все что-то там вот так делают массовка там я впервые услышал криденс о я так обалдел говорю о чуть такое к шут за музыка как всего не знаю но классная но никто не знает у нас искать трон кружок там образовался мы сразу начали там что-то рассуждать вот цивилизация там все это может погибли там ядерная война туда-сюда вот ну вы сразу эти все да так серьезно сразу этом заружил после этого каждый не ходил на эти танцы я не танцевал но я слушал то что мы играла а тогда были всякие жезгары там всякие битвы там все вот это как раз пугачёва орликина пела да это хитом все да вот это было даже юрий антонов был в моем детстве антонова отживая позже это где-то года через два вот я уже на понял о слушает как здорово там я буду такую же музыку играть потом я вернулся домой в пятом классе я увидел концерт по телевизору там приезжал клифф ричард с концертом я почти знаменит и этот весь концерт показали по первому каналу в общем то после программы время что было просто совершенно нереально для тех лет я это посмотрел я просто обалдел вот это да вот я так же хочу еще в принципе 5 класса я уже знал кем я буду что я буду делать и все в школе это знали ну а слушали какую музыку потом вот уже будучи старшеклассником и слушали для чего для того чтобы просто потому что нравится или вот это вот накопление было музыкального мне я слушал все я учился в музыкальных колледжей в институте гнезды я изучал классическую музыку а по классу чего вы пошли в институт в итоге есть такое отделение теоретическое так это что значит но это значит музыковед будущем или композитор это вот это те люди которые в оперном театре сидят и читают ноты вот тут хорошо спел а вот здесь не очень хорошо ну и такие тоже были какие-то просто их много да вот они сядут там наверх и так интересно ты если ты не в курсе тебе кажется боже мой она же поет просто идеально так посмотрел на какой-нибудь человечком такси я не очень хотел учиться на этом теоретическом отделе но у меня мать теоретик на 100 на меня туда таскать но все равно какие-то музыкальные вы проходили там как учеба строилась обязательно это тоже самое учебное все там теория музыки гармония история музыки там все естественно фортепиано общее так далее все там есть сейчас высшее музыкальное образование да вот поэтому я звучит гордо я думаю вот здесь нам нужно сделать паузу там сейчас мы перейдем во вторую часть и немножко естественно поговорим уже о том успехе который произошел и чем живет сегодня коллектив потому что он живет и естественно нас будет песня которую вы приготовили по секрету скажу потому что нас новогодний выпуск и финале обязательно она прозвучит так что дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко владимир оваленко здесь у нас в студии как написано в некоторых интернет сборниках российский советский российский автор исполнитель композитор аранжировщик основатель группы божья коровка кстати вы считаете себя еще советским человеком какой-то степени неожиданный вопрос конечно я в принципе уже достаточно давно живу вы же и комсомольцем были я еще ближе не вижу вот как я могу себя не считать советским человеком вот и когда она подносит к тому что вот даже сейчас фильм такой есть с одной стороны вроде плохо показывает другой стороны все рассказывают как все хорошо жили как все было замечательно в эту правду знаете я не знаю правду про то как там было раньше до войны в 30-е и 20-е годы когда были репрессии гонения и прочее все но когда мы жили в 70-е было в принципе вполне сносно вот конечно сейчас многие принялись идеализировать вот это советское время я этого не сторонник мы прекрасно помним да какие были недостатки в елочные игрушки было невозможно одно время купить потому что дефицит самый классный подарок это верхушка на елку я помню если принесли все праздник семье было и такое я же не говорю про то что майонез что у нас шпроты иногда люди закупали вот в ноябре удалось и она стояла и ждала своего времени тогда не было в магазине хочется помнить сразу райкина и жили хорошо но многое было хорошо я например детский садик в пять лет ходил сам с трудом с 6 этажа и мама наша не переживали что с нами что-то случая верили открыто мы приходили перелезали через забор то что обломала через калитку идти приходили сами в группу здрасте мы пришли вот сейчас такое немыслимо да везде контроль я помню у нас в группе работал звукорежиссер еще уже ты восьмидесятые годы были у него было много детная семья вот и он рассказывал что они получили квартиру где-то в брате его там трехкомнатную говорю как вы платили деньги вот нее тучу бесплатно 15 лет правда на очереди стояли но такое было что вас стояв 15 лет на очереди ты мог получить квартиру на нее не нужно было зарабатывать бесплатно нет ты конечно мог купить кооперативом все это можно было но в принципе простоя в 15 лет на у что договорил в одну 15 лет сейчас на таком и мечтать не невозможно а в садике какую роль ты играли на утренниках новогодних будешь новогоднюю там были обычно зайчики и возрасте медведи были я всегда был волком есть его фамилия валенко ну кто кем я мог еще быть как в том фильме я помню да нам все но я злой и страшный подарили значит всем мальчикам танки такие пластмассового а девочкам только какую-то стрекозу то ли какую-то это а не хватило танком не имеет у стрекозу далее какой я поднял скандал выжать я мальчик я волка вы не даете не знаю где то они нарыли танк дали мне и все я добился своего в пять лет уже тогда но вернемся к творческую творчество потому что он понятно что новогодний такой проект у нас немножечко все и про новый год и так далее песни обязательно будет но времени остается немного все-таки вот этот период который я считаю для вас наверно самые важные все могло пойти по-другому и по-другому развиваться и были бы может быть теоретикам музыки а все получилось по-другому вы почувствовали вот этот вот сценический невероятный энергетический как горячий случай на который произошел как вот вообще группа появилась почему то что снизошло откуда-то сверху или какая-то случайность или это работа речь про название и вообще вот про тогда случайность которая откуда-то пришла сверху на самом деле все достаточно банально мы долго думали как назваться когда предложил божью коровку о а это смешно а как собраться то вообще решили в группу но я же чуть сами сыграем а давайте свою композицию какую-то там уже в конце когда я работал в москонцерте у катя суржиковой там гитариста уже он предлагал это самое давайте сделаем инструментальную номер там я в песню это сочинил руководитель сказал да как рассказать надо отдохнуть играйте вот и мы сделали так интересно все его вот слушай мы же можем сами что-то из этого момента потихонечку я начал где-то песни там свои внедрять кого-то подключать к этому каких-то хотелось самому выйти так сказать не ну понятно что много артистов есть и кстати если мы поднимем историю тех самых вео мы забыли такое слово вокальное структуре на забыли огромное количество потом исполнителей сольных вышло да там и малежек и малинин будем можно перечислять очень многих вот а могли бы быть так по-прежнему и быть так сказать снова сопровождать быть музыкантами при этом замечательными музыкантами вам удалось вырваться из этих на собственное пространство сыграть свою игру появляется группа ну название соответствующая божья коровка и что божья коровка вам принесла в итоге вот если на сегодняшний день такую черту подводить все получилось я считаю что я абсолютно счастливый человек а я считаю что человек счастливый он тогда когда он занимается любимым делом и еще получает за это деньги кстати сегодняшняя песня она будет именно об этом и и всем пожелаем чтобы мы занимались я обязательно пожелаем то есть если ты работаешь и получаешь деньги за любимый род не хочешь как на нее как на каторгу а просто тебе самому интересно то есть если бы вот у тебя такой вопрос задать асти не будут за эту работу платить деньги ты будешь продолжать тем же самым заниматься я естественно буду а многие скажут эту чё если мне не будут плодив жизни на эту работу в гробу ее видал да вот это значит человек не нашел свое место свое он просто зарабатывать для того чтобы ему как-то выжить у нас нет я бы есть какая-то музыкальная мода в конце концов если мы послушаем многие произведения и кстати 80 90 год я помню даже вот ресторанный исполнитель они любили говорить что а фирму можешь сыграть могу ну то есть это значит что такое совсем тяжелое такое чтобы прям все почувствовали что мы не хуже и музыкальные заимствования и выстраивание каких-то музыкальных проектов ведь это все же на потребу шло то есть где грань между тем что ну зайдет да потом было время шлягеров у нас все были шлягерами доктор шлягер шлягер доктор шлягер хит и так далее а то что идет от тебя то что действительно ты создал это это ударишь просто потому что ты так хочешь и не можешь ну либо ты для продажи делаешь песню либо ты делаешь ее от себя тут нужна такая золотая середина вот тоже я писал сначала музыку абсолютно не коммерческую я же теоретик я же там слушал есть там всякие там меня не знаю там как он знает но ты помните да 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 как в это секс пистолс он басе сдал ноты за это его вы а еще не сказать ты слушаешь битлз все вот из группы а здесь как бы я в принципе был мать всегда мечтала моя матушка чтобы я был серьезным музыкантом чтобы я анализирую музыку сочинял серьезные симфонии там какие-то да то есть меня под этого воспитывали а я пошел вот как всегда бы страду потому что отец у меня был буги-луги мэном он вам показывал всякие да да он пришел ко мне на 1 раз в год он приходил на день рождения ко мне и однажды в пятом классе и он говорит это сам ну покажи что то я его играю там классику битхоин туда-сюда а вот давай я те тоже сыграю ты чё умеешь что он вообще физик на физик или институт атомной физики работа ядерные вот давай сыграет он принципе ничего играть не умеет кроме буги-луги но он играет их так прикольно его слушай как здорово ну к научи меня он не показал там я это все запомнил когда он пришел через год я ему сыграл буги-луги только так что он уже обалдел вот ты ничего тысячи за год накрутил то что мне показал к элементарные схемы а я уже там всякие выучил уже послушал здесь уже какие-то ноты поглядел уже все и он уж горь ничего себе ты а через два-три года я уже играл эти буги-луги просто как этот как джазмен сейчас давайте мы обратимся к нашим телезрителям сейчас будет песня но перед этим вот на левую камеру можете просто поздравить сначала в текстовом варианте а потом прозвучит песня в исполнении нашего гостя и даже с маленьким сюрпризом самом финале прошу да я хочу пожелать в новом году вот чтобы вы всегда так сказать смотрели на мир позитивно невзирая ни на какие обстоятельства потому что обстоятельства могут меняться и быть не очень так скажем нас радующими но к сожалению внутри у нас это должно быть очень дороже дует ветра наружи непогода а внутри у нас должно быть тепло и должна быть гармония этого я желаю но еще обязательно как я вам говорю ищите себя как ищите себя да я считаю что счастливый человек тот кто профессии своей может зарабатывать себе на жизнь вот я каждому из вас желаю найти свою профессию и получать удовольствие от жизни от удовольствия еще и зарабатывать и какой песню мы все-таки финале сегодня услышим качестве музыкального подарка для всех наших телезрителей у нас появилась новая песня это очередная песня который приснилась мне во сне как раз эта песня об этом то что я сейчас говорил называется она хрусталь бокала мы будем выпускать в следующем году сегодня она премьера еще ее ревью как сейчас говоря еще нигде нет мы сняли на нее видеоклип пока лежит дома в исходниках сейчас новогодняя компания к этим заниматься но в январе месяцем обязательно дело дожмем и где-то к весне я думаю мы ее везде поставим везде продвинем вы ее увидите как говорится ловим на слове владимир валенко для вас эксклюзив песня которая называется называется хрусталь бокала хрусталь бокала я николай пивненко уже с вами прощаюсь и оставляю у вас как положено в новогоднюю ночь маленькое превращение и песня прозвучит для вас всего доброго и хорошего прослушивания подпевайте дорогие друзья я вадимир валенко поздравляю всех жителей городского округа люберцы наступившим новым годом сейчас от меня и от нашей группы божья коровка мы исполнил для вас новую песню которая называется хрусталь бокала а вот кстати и он я поднимаю высь хрусталь бокала за то чтобы ваша жизнь счастливей стала чтоб денежку вам несло любимое ремесло чтобы никогда вам не казалось мало друзья я всех вас очень уважаю гармонии во всем я вам желаю терпение вам и добра и золото два ведра чтоб жизнь свела как сад в начале моя а сейчас вас поздравит участница нашей группы наташа шоколадкина я хочу сказать вам откровенно я всех люблю вас просто офигенно а я себя счастливым ощущаю когда я людям все долги прощаю любви вам и красоты пусть будут совсем мечты а я вас всех сегодня угощаю я поднимаю высь хрусталь бокала за то чтобы ваша жизнь счастливей стала а чтобыël чтобы денежку купог любимое ремесло чтобы никогда мне казалось мало хрусталь zeros чтобы никогда мне казалось мало С Новым Годом, дорогие друзья! Удачи вам, любви, счастья и процветания! От всей души желаю, чтобы денежку вам несло любимое ремесло! Редактор субтитров А.Семкин